Девочки дорогие, здравствуйте! С вами Анна Ушакова, я в гостях у Полины Кузнецовой в мастерской Капеллин Клаб. И сегодня тоже у меня стояла задача взять с собой в дорогу как можно больше украшений. И с вышивкой, и цветов. И опять же, Полина мне запаковала в коробочку. Коробочку я везла с собой, здесь было немного украшений. А когда я заглянула, как мне Полина все упаковала, мне это приятно порадовало. И я хотела бы вам это показать. А еще, Полина, я тебе прошу рассказать о том, как правильно упаковать максимальное количество цветов в маленькую коробочку. Смотрите, она меньше моей руки. То есть это где-то, наверное, 12 на 8. Да, где-то примерно так вот. Аня, логика проста. Все тяжелое вниз, все легкое наверх. А в естественной такой коробочку для нас мастеров и для наших замечательных девушек, кто занимается флористикой и вышивкой. Коробочка такая гениальная совершенно, потому что в ней может поместиться огромное количество всего. Итак, считаем, что же здесь есть у нас. У нас есть здесь два мака. Они легкие, и они лежали наверху нашей коробочки. У нас есть наша великолепная совершенно орхидея. Она имеет плоскостное разрешение, поэтому тоже, в общем-то, поместилась в нашу коробочку. У нас есть медаль, наш орден замечательный, геральдический. У нас есть еще здесь два кожных украшения. У нас есть твоя бижутерийная сережка, очень красивая, маленькая ромашка. И, соответственно, есть наш замечательный, прекрасный гранат. Итак, логично было бы положить все, что тяжелое, вниз. И, соответственно, мы и кладем вниз гранаты, и кладем изделия из кожи, потому что они самые, скажем так, нехрупкие во всей этой когорте. Дальше мы выкладываем легкий, но плоскостной орден. Берем орхидейку, кладем, потому что она тоже плоская и, собственно говоря, не слишком сильно помнется в дороге. И может лежать не такая тяжелая. А это не надо мордочкой? Мордочкой нет, можно не переворачивать никуда, потому что они как идут друг за другом, так и идут. При этом вышивку лучше класть всю вышивкой вверх, как бы камушками, потому что последние у нас с вами будут наши нежные маки. И, соответственно, чем меньше соприкосновений, например, как бы вот страз-астраз, как бы пайетка-а-пайетку, тем лучше. Таким образом ниточки не становятся очень слишком нежные для того, чтобы все вот это срезалось, как бы раскрошилось у нас. Потому что все-таки каждая такая плотная поверхность, она, притираясь друг к другу, может поранить сама себя. И, соответственно, лучше мягкими цветами вниз они защитят нам и нашу вышивку. И, соответственно, дадут нам, заполнят оставшийся объем в коробочке для того, чтобы наши вещи были готовы к перевозке. Максимально накладываем так, чтобы у нас было ровно по борту коробочки, как бы лежало. И, соответственно, теперь мы ее закрываем с тобой, положим ее к тебе, например, в чемодан или в любую сумочку. И, опять же, да, мы переворачиваем, и наши цветы там не трутся и не имеют свободы передвижения. И ты легко их просто довезешь до любого места, а там откроешься, они будут абсолютно как новые. Но все же я повезу их в отдельном пакете, в кладе, но хотя вот это может быть и чемодан. Она не может абсолютно, да. Полина, благодарю. Надеюсь, вам этот секрет и мастерство упаковки тоже будет полезно. Если полезно, ставьте лайк, мы будем продолжать рассказывать о таких вот маленьких нюансах и секретах и дальше.